Привет всем! Хочу поделиться любобытной новостью, которая дает слабую надежду на то, что ситуация с ютубами, твиттерами, фейсбуками и прочими будет несколько более цивилизованна. Некий американский конгрессмен внес предложение убрать одну интересную поправку, которой сейчас пользуются крупные интернет-сервисы и вообще интернет-сервисы. Поправка, которая до сих пор позволяла им сидеть на двух стульях. А именно, с одной стороны, в США существует первая поправка Конституции, которая гарантирует свободу слова. С другой стороны, если вы газета или какой-нибудь еще там издание или медиа служба, то за определенные высказывания или публикации вас можно привлечь к ответственности за клевету, за дефамацию, за оскорбление, потому что вы уступаете редакторам поступающих к вам материалов. С другой стороны, если вы интернет-сервис или провайдер какой-нибудь медиа-среды, то специальной оговоркой в законе, в так называемом параграфе 230, вы избавлены за ответственность за то, что публикуется посредством вашего сервиса. Вы не являетесь поставщиком контента, то есть ролик, комментарий, статья. Это не ваша ответственность, если вы ее не редактировали. При этом, как вы все знаете, все большие соцсети активно практикуют цензуру в том или ином виде. Прямо, косвенно, явно, скрытно. И проблема даже не в том, что они, например, цензурируют мужские ресурсы. Они также занимаются цензурой по отношению к политическим противникам. То есть, грубо говоря, будучи сторонниками в основном демократической партии, они занимаются вставкой палок в колес консерватором разного рода. А это уже серьезно. Это влияние на политический спектр страны. В момент, когда складывалась государственность США, фундаментальная функция демократии была у газет. Газета и свобода прессы – это та часть, которая обеспечивала свободное распространение информации и различных точек зрения. Сейчас газеты ушли на задний план, на очень задний план. И по факту роль среды, которая занимается распространением этой политической информации, во многом легла на соцсети, ну и на прочие интернет-сервисы. Это, в свою очередь, означает, что, занимаясь цензурой в этих средах, крупный частный капитал разворачивает механизмы демократии в свою пользу. То есть, фактически занимается подтасовкой выборов, подтасовкой избирательной кампании, подтасовкой фактов, подтасовкой всего. Группе влиятельных людей это очень сильно не нравится. Людей гораздо более влиятельных, чем представители мужского движения, даже самые популярные из них. И они выступили с интересным предложением, интересным рассуждением. Они говорят следующее. Если вы издание, и вы имеете право перебирать материалы, редактировать их, выпускать или не выпускать, открывать публикацию, закрывать публикацию, получается, что вы соучастники авторства. Значит, вас можно привлекать за публикацию определенных сведений, определенной информации. С другой стороны, если вы свободная платформа, публичное пространство, в котором соблюдаются все конституционные права, и вы не можете отказывать людям в праве на отличное мнение только на основании того, что они, например, принадлежат к другой партии или придерживаются других взглядов, то в этом случае вы не должны вмешиваться в процесс публикации, то есть никак не редактировать. И только тогда вся ответственность за публикацию должна лежать на авторе самой заметки, ролика, любой информации. Современное положение того же YouTube позволяет им, с одной стороны, полностью снимать с себя ответственность за любую опубликованную информацию на их платформах. С другой стороны, закрывать или открывать информацию по собственному выбору, без объяснения причин. То есть выступать и редактором, и нередактором. И свободной площадкой, и несвободной площадкой. Причем можно переобуваться, что называется, в прыжке. Так вот, конгрессмены собираются прикрыть эту лавочку. Естественно, в основном консервативные конгрессмены. Конечно же, хай-тек-компании выпали в осадок. Даже при слухах еще таких вариантов. Потому что, что это означает на практике. YouTube физически не в состоянии цензурировать каждый ролик, каждый комментарий. Это всем очевидно. И даже никакая роботизация тут не поможет в обозримом будущем. А это значит, что, чтобы снять с себя опасность привлечения к ответственности за публикацию каких-либо материалов третьими лицами, им придется сделать полностью равноправный доступ для всех производящих контент. В том числе, от них потребует открыть алгоритмы, которые должны показать, что определенным направлениям, определенным областям, определенным темам не дается повышенный приоритет, а другим областям пониженный. Шансов на то, что эта схема увенчается успехом, что реформа состоится, конечно, немного. И скорее всего, если она и будет, то будет не скоро. Но все-таки надо сказать, что это слабый луч в конце тоннеля. Рано или поздно это должно было состояться. Потому что есть что-то фундаментально неправильное в том, что главной средой общения в сообществе владеют частные лица и распоряжаются и по своему усмотрению. Немного странно, что до сих пор никто не засудил их за дискриминацию. Наверное, они наконец задели кого-то по-настоящему серьезного. На кону стоят следующие политические выборы. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова